История Великой Отечественной войны в вашей семье. Расскажите, пожалуйста. Родилась я в Станице Бескорбной, Краснодарского края, в семье казаков. Отец до войны работал комбайнером, а мама работала просто колхозницей. Он был комбайнером, поэтому его сразу на войну не взяли в 1941 году. Он был на броне, а брат сестры, брат его, его забрали сразу в 1941 году. Андрей Никитович Орлов был учителем математики, закончил Нальчинский университет, и его забрали на войну. А те отца долго не брали. Потом в 1943 году, в 1942 году, уже когда немцы подходили к Ростову, сняли с него бронь и взяли его в армию. Служил он мало в армии, 9 месяцев всего прослужил и был ранен. Тяжело раненый, тяжело раненый настолько, что перенес 6 операций, отняли в него руку. Была вырвана голень, мышца голени. Он был страшный ужас. Остался он при весе 51 килограмм и крови потерял очень много. Вот, я не знаю, доктор сказал маму, когда вызвали Махачкалу в госпитале, сказали, такого сердца мы никогда не видели, чтобы вынести без наркоза 6 операций. Вот, и он, вот это в 1943 году, после того, как немцы ушли с нашей территории, он был привезен домой. Вот, долго выхаживал, а потом он не мог смириться с тем, что он инвалид. Теперь он уже не механизатор. Перед войной они в колхозе убрали самый высокий урожай на тот год. Столько много было пшеницы, и он механизатор, комбайнер, был передовик, а тот без работы практически. Потом он работал учетчиком в бригаде, потом работал экспедитором. Последние, наверное, 15 лет работал экспедитором в колхозе. А брат его, Андрей Никитович, он 3 года прослужил, был контужен и вернулся домой. Всех детей, матери, мои сестры жили в Армавире, и она всех собрала детей, и эти дети жили здесь, при немцах. Немцы все к ней приставали, какая ты молодая, у тебя столько детей. Она взяла и брата, и сестры, и всех, и своих, двое было. И эти дети прятались в подвале, вырыли яму в огороде и прятались от немцев. Конечно, немцы стояли во дворе, было тяжело. Заставляли немцы работать, строили за советской, строили аэродром. А камни возили с Урупска внизу, и вот с берега этого Урупа возили камни на лошадях и мастили этот аэродром. Им не удалось этот аэродром достроить, хотя самолеты садились там, но до конца так этот аэродром и не был построен. Уже после войны эти камни люди вытаскивали, вот, а тогда возили, заставляли работать население молодых людей, вот, таскать этих. Конечно, принесла очень много бед. Отцова сестра, ее муж пришел из армии, из войны раньше, он прослужил тоже два года, был тяжело ранен, отняли ему ногу. И операция прошла неудачно, а был оголен нерв. И он сколько жил до конца. Вот я видел, он все время стонал. День и ночь человек простонал 30 лет после войны. Вот, он настолько мучился. А у двоюродного, у тетки моего отца пятеро сыновей ушли на фронт, и из пятерых сыновей вернулись двое и тоже инвалид. Один контуженный, а один рука была ранена, такая была. Вот, а трое сыновей погибло. Так что война была очень тяжелым испытанием. И надо сказать, что немцы вели себя, сначала были немцы, как-то были ничего, а потом, когда пришли румынские войска, которые воевали на стороне немцев, вот как те вредители были, те забрали все потушки, все одеяла из дома, вынесли на поле, построили там шаваши, воду испортили, в бассейне пили. Они взяли туда, налили шампунь, что вредительство было жуткое. И обращались, немцы более лояльно обращались. Детей много, они то кашей кормили, то лимонадом угощали. А гумыны издевались самым натуральным образом. Забрали всех коров, согнали и начали гнать их на отрадо Кубанскую станцию, чтобы увезти в Германию. Наши войска разбили, и наши спрятали корову в сарае. И она за трое суток, пока немцы стояли, вся наша улица и все вокруг, в каждом доме был свой инвалид. Кто без руки, кто без ноги, кто контуженный. Вот в школу, когда пошла, в нашем классе, почти каждая семья имела своих участников войны. Но они никогда... Вот мой отец очень мало рассказывал про войну. Почти. Я уже узнавала об этом только тогда, когда он кому-то рассказывал, а я могла подслушать. А так он говорил. Просто все участники войны очень скупо рассказывали о войне тогда. Потому что было тяжело это вспоминать, потому что тяжело это было наблюдать. Вот. И мы как-то вот росли и знали, что наши родители, все участвовали у отца. Значит, была медаль за оборону Кавказа. У матери и за работу, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. У матери была такая же медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Но мать была и депутатом, и была народным заседателем, вела общественную работу. Она была из Беневой в передовиках всегда. Вот. И всю жизнь проработали они в колхозе. По 49, по 50 лет у них стажа. У отца и у матери есть сейчас трудовая книжка у отца, о котором написано год вступления в колхозе 1929. И у матери такая же книжечка есть. И эти книжечки сохранились. Вот так. Так что война... Война коснулась каждой семьи. Коснулась каждой семьи. Каждой семьи. Буквально. Спасибо вам, Раиса Митрофанова, за рассказ. Спасибо. Спасибо.